Допустим, я миллиардер. Ну, реально, не придуманный там, не бумажный. Что значит бумажный или не бумажный? На самом деле все миллиардеры бумажные. Другое дело, что западные миллиардеры не боятся вкладываться в будущее, то есть ничего не стоящий пока труд, а наши не хотят этим заниматься. Ну, давайте думать, куда деть такого уровня деньги. А с этим все ясно. Надо финансировать внедрение абсолютно всех идей, как при добыче золота, добывать всю породу в соответствующем районе и отделять от пустой породы все, что хотя бы чем-то напоминает золото. А с учетом того, что нынешние живые деньги у нас особо-то в золотодобычу и не вкладываются, с обеспечением нашими живыми деньгами выпустить такие деньги, которые все с удовольствием начнут у нас складывать в ту же золотодобычу или в данном случае во внедрение абсолютно всех новшеств. То есть на сумму раз в 10 большую сумму наших живых денег выпустить что-то подобное шаймурадикам или же безналичным рублям СССР. На самом же деле лучше всего на вполне законных основаниях выпустить предусмотренные законодательством Российской Федерации долговые рубли. Ведь любой человек, даже самый примитивный, самый тупой, он в итоге упрется в стену и он в итоге упрется в необходимость научного подхода. Все это ля-ля. На самом деле надо просто знать свое законодательство и исполнять его по принципу «разрешено то, что не запрещено» и с учетом, естественно, нашей специфики и той же нашей истории, свидетельствующей о том, что и сейчас можно сотворить чудо, как чудо сталинской индустриализации. Но индустриализацию-то можно уже совершать и на основе прорывных технологий. На самом деле глобальная волна могла бы стать тем самым поводырем, той самой площадкой, где могли бы соединиться интересы ищущих и интересы желающих вложить. И именно на такой основе, на которой Сталин осуществлял свою уникальную индустриализацию. При помощи безналичных рублей СССР, которые обеспечивались не очень-то большими ценностями, то есть которые выпускались как суверенный и ничем фактически не обеспеченный кредит. У глобальной волны есть один момент сложный. Это затянувшаяся такая самоорганизация и затянувшееся самоопределение. Я думаю, что надо как-то волевым решением с этим делом уже заканчивать. Вот именно. Смотрите, что хотел сказать, добавить, как умысел. По поводу Иванова, например, или по поводу Ацикловского, или по поводу Кушлева. А автору, хорошему автору, обязательно нужна модерация. Обязательно. Модерация. Чтобы не было такого, что приходит Ацикловский, и все уже знают, о чем он будет рассказывать, потому что он это одно и то же рассказывал миллион раз, да, то есть, а на самом деле он каждый раз пытается дойти до чего-то важного. И каждый раз то времени не хватает, то мозгов, то есть до важного он так и не дошел. Одно и то же. То же самое с Ивановым, да. Популизм, 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 бла-бла-бла-бла-бла-бла. Инопланетяне у остров Пасхи. Что хотел, непонятно. То есть до важного так и не дошел. Мы кушали там вот своя война в голове, то есть тут даже не обсуждается, да. И так далее, и так далее. Там очень много, там список тоже большой у нас. Прямо в тучку. Я, наблюдая за Кушевым, за Цюковским, за Ивановым много лет, почти 10, могу ответственно сказать, что эти люди не способны сами себя смодерировать. Им это, наверное, не надо. То есть они... И не только смодерировать, но и продвинуть. У Сергея Сесаренко я продвигаю, а сам себя он не может продвигать. Так никто не может совсем. Так вот площадка создается, вот вы начали с чего, с синергии, что глобальная волна 10 лет занимается тем, что продвигает, помогает продвигать других авторов, других людей. Когда ты ставишь задачу о том, чтобы найти модератора, абсолютно правильная тактическая задача, она абсолютно на поверхности и была понятна еще 10 лет тому назад. Но все упирается о помещении, рабочие места, либо же время дистанционного человека, погружении того человека в информацию, ежедневной коммуникации с ядром здесь. Поэтому... И пришло время вспомнить о том же сталинском опыте, о его кредитно-денежной политике. Аудитории нужно предлагать продукт. Продукт – это песня. Вот у тебя есть стихи? И подкупать мы будем очень простым, что мы вкладываемся в тебя. У нас будет музыкальная студия, аранжировщики, исполнители. Стихи есть – давай стихи. Сам исполнишь – за тебя исполнит. Мелодика есть – напишем тебе мелодику. И каждый день по продукту. вот это на сегодняшний день самое реальное да к этому как раз и приходят все кто не разобрался с тем же сталинским чудом индустриализации это то в чем мы компетентны и самое главное участники проекта каждый имеет этот навык нам не надо никому обращаться у нас есть звукорежиссеры есть исполнители есть певцы составители что еще нужно упаковка кушали вы кузнецовы и так далее это на потом что ж как говорится приехали никак люди не поймут что первым делом первым делом самолеты ну а девушки а девушки потом это не для нынешних денежных взаимоотношений